Татьяна Долгошеева, руководитель театра танца из Сибири в Гагры, везёт целую группу детей, 17 человек. Перед поездкой за рубеж хореограф получила вот такое согласие от родителей на вывоз каждого из детей за границу. Родители оформляли у нотариуса согласие на вывоз за границу детей. Всё. Их-то проблемы возникали? Нет, абсолютно. Никаких проблем не было. Любовь Тихонова тоже везёт группу юных художников Абхазию на конкурс, которых с наступлением лета в соседней республике проходит немало. Родители сами на родительское собрание пришли, все документы встали, и мы в тех спокойно уехали. И таких организованных групп детей, которые едут без сопровождения родителей, российско-абхазскую границу ежедневно пересекает десятки. Но не всегда всё проходит гладко. Причина – отсутствие полного перечня документов. Чаще всего в списке не хватает нотариально заверенного согласия на выезд, которое перед поездкой может дать один из родителей. Такому ребёнку отказывают в пересечении границы. И, как обычно это случается, если он ехал в составе группы, то без отдыха она останется в полном составе. Пограничники напоминают – вести с собой согласие на выезд ребёнка должны не только руководители групп, но и, например, бабушки и дедушки. Без дополнительных документов ребёнок может пересечь границу только с родителями. Должен иметь при себе нотариально заверенное согласие хотя бы одного из родителей, опекунов-попечителей, в котором в обязательном порядке указываются сроки выезда, государство выезда, лицо сопровождающее, либо подтверждается разрешение на самостоятельное пересечение государственной границы. Нотариально заверенное в соответствии с законодательством Российской Федерации. Только за июнь за границу по причине отсутствия необходимых документов пограничники не выпустили 82 ребёнка. Это при том, что с начала года таких нарушений было всего 130. Детей на летних каникулах и за рубеж выезжает всё больше. Для того, чтобы пересечь границу, было проще в пункте пропуска «Адлер». Выделили 8 кабин специально для детей сопровождающими. Они следуют парами, что увеличивает скорость пересечения госграницы. Конечно, при условии, что все документы в порядке.